СНН, США, дело Карлоса Гона станет проверкой японской системы заложников правосудия. Уилл Рипли, СНН, США, 22 января 2019 года. Токио, мир белоснежных бизнес-джетов рассыпался для Карлоса Гона в мгновение АК. Частный самолет 64-летнего топ-менеджера 19 ноября приземлился в Токио. В тот момент сам Гон ожидал напряженного, полного деловых встреч дня в Ниссан, японском автоконцерне, которым был им же спасен от финансового краха. Вместо этого Гон прямиком попал в руки токийских прокуроров, которые сообщили ему, что он арестован по подозрению в финансовых преступлениях. Два месяца спустя, в сезон, когда он обычно готовится к ежегодной встрече мировой элиты в швейцарском Давосе, Гон все еще в тюрьме. Его обвиняют по нескольким пунктам. Неоднократные попытки выйти под залог завершились неудачей. К тому же, по словам сына, он потерял более 20 фунтов веса, 9 килограммов. Известный топ-менеджер, который вплоть до недавнего времени являлся руководителем трех автопроизводителей из списка крупнейших в мире, будучи отрезанным от своей семьи, неделями подвергается длительным допросам без присутствия адвоката. Гон заявил о своей невиновности, но лишь после длительного периода молчания в публичном пространстве, которое, по мнению экспертов, является обычным делом для подозреваемых в Японии, где им часто не дают общаться с внешним миром. Его опыт привлек повышенное внимание международного сообщества к тому, как в Японии обращаются с людьми, подозреваемыми в совершении преступлений. Я думаю, что эта система правосудия с применением захвата заложников не заслуживает тщательного изучения, сказал директор исследования Азии в японском филиале Темпельского университета Джефф Кингстон. Я не пожелал бы этого никому если кто-то и знает, через что приходится проходить Гону, так это Марк Карпелис. Как и Гон, Карпелис, работающий в Японии французский бизнесмен, который сделал здесь состояние, а затем после обвинений в финансовых правонарушениях потерял свободу. Такого я бы не пожелал никому, сказал Карпелис CNN, ни своему злейшему врагу, ни даже злейшему врагу всего человечества. Карпелис, бывший владелец и генеральный директор компании МТ. Гокс, которая в какой-то момент была крупнейшей биржей биткоинов в мире. Но все резко закончилось в начале 2014 года, когда со счетов исчезло почти 500 миллионов долларов. Недостаток средств обвалил МТ. Гокс, она обанкротилась и оставила после себя около 30 тысяч разъяренных инвесторов. 33-летний Карпелис говорит, что виртуальные хранилища его компании опустошили хакеры, но японская полиция посчитала крайним его. В 2015 году он был арестован и впоследствии обвинен в хищении около 3 миллионов долларов, а также в злоупотреблении доверием. В ходе своих 11,5 месяцев заключения в японской тюрьме, которую бизнесмен называет кошмаром, он вел подробные записи. По его словам, полиция вела допрос на протяжении 50 дней подряд без единого выходного, и часто он признавал вину только для того, чтобы закончить эту пытку. «Когда вы лишены свободы и имеете дело с системой, которая каждое утро говорит вам, просто сотрудничайте со следствием, и все будет хорошо», — рассказывал он CNN. «Очень заманчиво просто плыть по течению и говорить, хорошо, хорошо». Комната для наказания Карпелис сказал, что, находясь под стражей, потерял 77 фунтов, 34,9 килограммов. Когда допросы закончились, он еще 7 месяцев провел в одиночной камере следственного изолятора в Токии. Он помнит каждую деталь своей камеры без окон площадью 6 квадратных метров, 65 квадратных футов, примечание автора, в которой на полу было постелено татами, а также имелись раковина, туалет и маленький стол, где он вел свой дневник. Карпелис сказал, что его заставляли сидеть в углу по 10 часов в день. Если охранники ловили его на том, что он сутулился или дремал, они кричали ему через дверь. Однажды, когда он не подчинился, его отвели в обитую мягким материалом комнату для наказаний, где связали за спиной руки и продержали на полу несколько часов. Его выпустили под залог 2 с лишним года назад, но он говорит, что все еще приспосабливается к жизни на свободе. Так как в Японии он считается обвиняемым, найти квартиру и работу ему оказалось нелегко. Сейчас он работает главным технологом в американской компании. Поскольку ему не разрешено покидать Японию, так как его дело еще не завершило прохождение юридических процедур, он уже 6 лет не может увидеться со своей больной матерью, которая живет во Франции. Судебные прения по делу Карпелиса завершились в прошлом месяце. В марте ожидается оглашение приговора, спустя почти 4 года после его ареста. Он продолжает настаивать на своей невиновности. Жена Гона называет эту систему драконовской. Гон также неоднократно заявлял о своей невиновности. Он был уволен со своих постов в Ниссан и Митси Бесиматорс, и его дни уруляли, но, похоже, тоже сочтены. Уже 2 месяца с момента своего неожиданного ареста Гон находится в камере предварительного заключения. До предъявления ему обвинения его ежедневно допрашивали по 8 часов подряд без присутствия адвокатов. Ему неоднократно отказывали в залоге по растущему списку обвинений, включая занижение дохода в размере около 80 миллионов долларов США и серьезное злоупотребление доверием. Из-за переложения на непродолжительное время собственных инвестиционных потерь нанесен в самом разгаре мирового финансового кризиса в 2008 году. В ходе судебного заседания, состоявшегося в этом месяце, Гон назвал обвинения необоснованными, заявив, что невиновен. Адвокат Гона признает, что его клиент может оставаться под стражей на протяжении всего разбирательства. Хотя решимость Гона защищаться по-прежнему сильна, как говорит его адвокат, он сел играть в юридический покер с высокими ставками против токийских прокуроров. По словам критиков, похоже, обвинение хочет психологически измотать его до такой степени, чтобы он подписал признание. Жена Гона, Кэрол, написала девятистраничное письмо токийскому отделению Human Rights Watch, Human Rights Watch, в котором назвала японскую систему правосудия драконовской. Ни один человек не должен содержаться под стражей в настолько суровых условиях, когда единственная цель, из тех, что приходит на ум, это заставить признаться, пишет она. Пытаясь получить признание, прокуроры каждый день в течение нескольких часов допрашивают его, запугивают, читают ему лекции и ругают в отсутствии его адвокатов, добавила она. Ожидая суда, Гон, вероятно, будет находиться в тех же условиях, что и Карпелис, несколько месяцев заключения при очень ограниченном доступе к нему других людей. Более того, все шансы против него. Юристы говорят, что в Японии более 99% обвиняемых в конечном итоге признаются виновными. Японский юрист, я думаю, что наша система работает очень хорошо. Те, кто изнутри знаком с японской правовой системой отмечают, что с Гоном обращаются так же, как и с любым другим подозреваемым. Я думаю, что вся эта критика основана на непонимании, сказал партнер токийской юридической фирмы Акаби Амперсант Ямагучи Шуджи Ямагути. Наша система достаточно современна, однако есть люди, которые считают иначе. По словам Ямагути, который указывает на низкий уровень преступности в Японии, система обеспечивает безопасность людей. Я понимаю критику. Но я хочу сказать, нашу систему поддерживает большинство японцев, сказал он. И при этом уровень преступности снижается каждый год. Поэтому я думаю, что наша система работает очень хорошо. Заместитель прокурора Токио Шин Кукимата в ходе состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции защищал подходы своего ведомства по расследованию дела Гона. Мы являемся институтом исполнения закона, мы не проектируем правовую систему, сказал он. Расследование и допрос проводятся надлежащим образом в соответствии с законом. Прокурор никогда не проводит расследование с определенными целями, сказал Кукимата, настаивая на том, что его коллеги не станут затягивать судебный процесс, чтобы продлить содержание под стражей ради изматывания подозреваемых. На вопрос об условиях содержания подозреваемых Кукимата ответил следующее. Мы считаем, что с ними обращаются справедливо. Если Гона признают виновным по всем пунктам обвинения, он может получить до 15 лет тюрьмы. Каждая страна имеет свою историю и культуру, сказал Кукимата на пресс-конференции по делу Гона в ноябре. Интересно, справедливо ли критиковать систему правосудия Японии, лишь потому, что она отличается от систем стран этих критиков? В подготовке материалы участвовали Йоку Акацуки, Йоку Акацуки, и Даниэл Шэйн, Даниэль Шани. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...